Подзимний посев считается одним из наиболее перспективных. Причин тому несколько. Одна из них, вы экономите столь бесценное для любого садовода, время. Ко времени проведения подзимнего посева большинство работ в саду уже завершены и сеять растения можно неторопливо. При этом, мы освободим время весной для тех работ, которые надо проводить в начале сезона. Но это еще не все. Для большинства растений подзимний посев более оптимален и позволяет получать более устойчивое растение, а значит и гарантированный урожай. Особенно если речь идет о местности, где зимой постоянный и плотный снежный покров. В таком случае даже очень морозные зимы нисколько не повредят посаженным вами семенам. При подзимнем посеве снег будет способствовать постоянному доступу влаги к семени, что важно, в том числе и для его набухания. Также снег помогает семенам избавиться от содержащихся в них химических соединений ингибиторов, которые тормозят прорастание. Таким образом, мы получаем альтернативу проводимым обычно в домашних условиях замачиванию и промыванию. Весной, как только установятся плюсовые температуры и подходящая освещенность, семена начнут набухать и прорастать. Сажать под зиму можно огромное количество растений. Это могут быть разнообразные многолетники. Также подзимний посев хорошо подходит для корнеплодов, таких как редис, репа, свекла, морковь, для зелени, например, для укропа, петрушки или сельдерея. Традиционно сажают также чеснок и лук. Проводить посев лучше тогда, когда почва промерзнет на глубину от 2 до 5 сантиметров. В зависимости от региона это может быть либо конец октября, либо ноябрь. Однако почву следует подготовить заранее, желательно недели за 3. Обратите внимание на те растения, которые до этого росли на выбранных вами грядках. Так для лука и чеснока хорошими предшественниками считаются томаты, огурцы, бобовые, картофель, столовые корнеплоды. Перекопайте землю. Тщательно удалите из нее сорняки. Теперь внесите удобрение. Это перегной или компост, а также комплексное минеральное удобрение. Можно также внести древесную залу. С помощью лопаты или тяпки, кому как удобно, можно заделать удобрение на глубину до 20 сантиметров. Затем почва выравнивается. После этого формируем грядку любой удобной вам формы. За время оставшееся до самого посева, почва должна уплотниться и осесть. Продолжение следует...